добрый вечер дорогие друзья сегодня у нас необычный выпуск сегодня у меня впервые гость и этот гость фотограф из минска алексей исаченко рад представить вам его youtube канал он также снимает на fuji и на своем youtube канале он показывает как проявлять фотографии через ириден девелопер и под нашим видео сегодняшним будет линк на лёшин канал и в частности прямо на плейлист именно об эриденте все кому интересно проявка raw файла от fuji пожалуйста сходите на канал и посмотрите это видео и подписывайтесь конечно же сейчас мы начинаем встречу с лёшей добрый день дорогие друзья сегодня у нас необычная передача потому что первый раз за все время моего ютюба у нас есть гость вот он тут в углу сидит и это сегодня для вас ведут передачу два фудт фотографа один фуд фотограф от слова фуд второй фуд фотограф от слова фуд представляю вам алексей исаченко наш минско-белорусский фотограф или белорусской минске как правильно в общем практикующий фотограф который снимает ноги шучу он снимает все на свете но очень любит у него очень великолепный инстаграм можно же рекламе правда вот здесь внизу будет ссылочка на лёшин инстаграм я прям горячо советую всем туда пойти посмотреть на ноги такие не озабоченные ноги хорошие красивые самые красивые белорусские ноги лёша где-то их собирает я все время хожу по улице смотрю и нигде их не нахожу где берет лёша я понять не могу я уже все собрал ты всех собрал да ну нет всех ты их себе домой забираешь отпиливаешь и забираешь домой прямой эфир с маньяком я понял да 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 в общем добрый вечер лёша привет мы что мы сделали народ мы сделали такую вещь мы взяли восьмидесятку взяли фуджи 80 миллиметров и взяли 90 миллиметров и просто напросто сняли совершенно одинаковые кадры на восьмидесятку девяностку на всевозможных исо нет рису даже не взял просто в студии сняли чтобы посмотреть букве и резкость больше ничего исо в данном случае не имеет никакого значения потому что мы снимали даже хотя и на разные фотоаппараты все равно это фуджи лёша снимает на x-t1 я снимаю на x-t2 и лёша сейчас скажешь что по поводу того как тебе ощущение на x-t1 восьмидесятка да потому что я не смотрел эти кадры у меня их нет вот мы засняли как предметную съемочку вот видно здесь сейчас я сделаю побольше как предметную съемочку то есть просто бутылочку поставили сзади поставили какие-то фонарики для того чтобы увидеть какой-то там букет и сняли несколько кадров на один и на другой объектив и портретики как такой общий план так и крупный план естественно мы не стали снимать уж совсем близко в глаз потому что восьмидесятка может приблизить а девяностка немножко все-таки подальше да поэтому сейчас восьмидесяткой можно взять откадрировать один глаз целиком на 90 миллиметров расстояние фокусировки позволяет не позволяет откадрировать один глаз я перед собой вижу этот кадр это от нижней губы до середины лба вот это минимальное расстояние фокусировки 90 мм окей окей ну а на восьмидесятку соответственно можно приблизиться прямо в глаз мы потом посмотрим окей лёш расскажи пожалуйста свои ощущения пока от восьмидесятки вот ты взял первый раз руки одел на x-t1 просто ощущение пока но собственно говоря объектив чуть покрупнее 90 миллиметрового и как мне показалось чуть потяжелее это что касается тактильных ощущений да ты в своем предыдущем видео говорил про непривычный ход у кольца диафрагмы действительно непривычный ход ни у одного объектива я такого хода не встречал а если взять сам объектив по его характеристикам по съемке то на x-t1 я не могу увидеть разницу между одним и тем же сюжетом снятым на 80 миллиметров и на 90 миллиметров возможно в глубине резкости будет отличие но на портрете на фотографии точнее одного глаза я вижу на диафрагме 8 вижу верхние реснички в лес а уголки глаз уже имеют легкое размытие если это такое такой эффект на диафрагме 8 то на 2,8 там наверное пару ресничек можно будет расслабить на 90 миллиметров на диафрагме 8 ну естественно там масштаб больше поэтому там один глаз целиком резкий второй глаз будет подныли это если мы говорим о портретах а если мы возьмем нашу бутылочку перси так и возьмем его возьмем это 80-ка вот да 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 это 80-ка но во первых никаких вопросов даже на максимально открытый диафрагме у меня к этому объективу нет при съемке вот маленькой бутылочки перси четко сумасшедшая резкость сумасшедшая детали видны все пылинки наши отпечатки пальцев на бутылочке что заметил то что в контровом свете когда поставили фанатики сзади мако объективу пришлось чуть-чуть посложнее с фокусировкой 90 миллиметров фокусировался быстрее и увереннее вот я сейчас заодно показываю вот 80 миллиметров картинка вот 90 миллиметров у нас 90 на 2,8 а 80-ка стоп тоже на 2,8 вот две картинки на 2,8 посмотри по левому пятну да, по-нарику вот у него здесь на 90 миллиметров почти ровная правильная круглая форма так, а вот 80-ка а на 80-ке оно чуть-чуть вытянуто но мне кажется, что вот такой характер баке, такой характер размытия когда сзади будет пёстренький фон он даже будет смотреться интереснее потому что ровные кругляшки, ровные шарики они как повторяющийся паттерн могут создать ряд но это исключительно предположение конечно я бы сказал, что для любителей того или другого, да, те кто любят гелиус 44, как он там называется этот ну все эти ручные русские апельсины, которые там пестрят все как по мне, так это вообще, это катастрофа, когда совсем всё пёстро да, да все-таки у 80-ки хоть она и сужается, ну то есть овальной формы, но в любом случае это не должно, наверное, пестрить оно будет разное, но все-таки не будет пестрить, как у всех этих гелиусов так что, пока из вот всех моих наблюдений в сравнении 90 миллиметров и 80 миллиметров и тот и другой объектив можно смело использовать при съемке еды ну, при условии, что вам не нужно в упор фокусироваться на какие-то это рисинки в парше, там, куджутинки на бургере вот 90 просто не сможет так близко приблизиться и тем и другим объективом можно фотографировать портреты я, если честно, опасался, что 80-ка будет дерматологическим портретником потому что... как об этом говорили в интернете, в общем-то да, да, бытность, вот когда я еще фотографировал на зеркальную камеру полнокатовую я брал объективы сигма, макрообъективы и там портреты даже хорошей, чистой, здоровой кожи ну, заставляли очень долго посидеть на грехе здесь такого нету то есть нету шершавости такой, как наждачной бумаги ну, вот я как раз показываю восьмидесяткам я рассыпну все параметры, чтобы все увидели, что это то, как снято да, вот оно да, это то, как снято ну, ты же знаешь мою любовь, точнее не любовь к Lightroom я все проявляю в виденде вот если ты сейчас в Lightroom зайди, пожалуйста, Юрок ползунок в закладку детализация резко да и поставь параметры начиная сверху 45 2 дальше 35 одной средакшены у тебя там отключены нет, маски не трогаем и Call of V 0 вот Call of V 0 вот Call of V 0 ползуночек ага да вот это мои параметры, с которыми я проявляю какую-то там не очень обязательную съемку которая пойдет не дальше соцсетей вот такие параметры резкости я выставляю так вот я не вижу на этом объективе такой наждачный что меня очень радует, потому что все равно сохраняется плавность градиентов оттенки, переходы давай скопируем эти параметры прямо вот один в один и вставим их на девяностку давай вот посмотрите разница снимала с одного и того же расстояния вот восьмидесятка, а вот сейчас девяностка вот чуть-чуть увеличилась у нас ушечка обрезана я вставляю те же самые параметры и смотрим ну отличить визуально я картинку не могу я точно так же вот я смотрел свои парные кадры что на Пепсе, что на портретиках Али я разницы не вижу абсолютно идентично все волосики вот эти волосики, которые залезли на лицо которые видно очень хорошо они абсолютно одинаковые да у нас мы на пять и шесть снимаю так восьмидесятка на пять и шесть и оба девяностка тоже на пять и шесть мы с тобой старались одинаковые диапазмы ставим ну и по глубине резкости получится, что я думаю, что у девяностки будет немножко меньше глубина резкости потому что мы на одинаковом расстоянии соответственно большее фокусное расстояние меньше глубина резкости меньше глубина получится но это опять же если вот сюда посмотреть вот где-то здесь это восьмидесятка здесь еще вот резко-резко и тут начинает уходить где-то ну вот там уже не резко на девяностке вот уже край брови он пропал волосы уже уходят ну то есть буквально сантиметра сантиметра полтора разница так что я в качестве такого вот существенного отличия могу только лишь озвучить скорость фокусировки в контровом свете потому что при обычном нормальном освещении оба объектива фокусируются достаточно быстро соглашусь меня это тоже очень удивило потому что ну я уже привык что макро там и на пендаксе я работаю и на фуджи GFX средний формат там макрообъективы они как бы вжик-вжик-вжик такие жужжалки но я не ожидал что это будет на самом деле здесь на этом объективе потому что на XT такого не было ну на 60 объектив хоть он и медленный ну как медленный он медленный но он в 100 раз быстрее чем восьмидесятка получается как то я может быть преувеличиваю но на самом деле он просто быстрый у него ни разу не было никаких промахов и нету вот этого вжик-вжик-вжик здесь же эти вжики постоянно исчезли но ты еще не забывай вот я не обратил внимание когда мы с тобой сравнивали объективы что можно же на восьмидесятке переключать тумблин да конечно да 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 я им пользуюсь расстояние где он ищет эту резкость да 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 это помогает но не очень сильно когда ты очень близко подошел к объекту то есть клоузап на фуд например делаешь он все равно бегает туда-сюда в том месте где например блик и он туда попадает ярко освещенное место и он начинает жужжать в любом случае совершенно верно то есть это ну я бы проблемой это не назвал потому что если уж клоузап фотографируешь легче вручную сделать резкость да но в любом случае это неожиданно скажем так просто неожиданно да зато восьмидесятке есть стабилизатор которого нету объектива 90 миллиметров и когда я фотографирую какие-то портреты даже в полный рост при недостаточном освещении микросмазов случается гораздо больше то есть до объектива 90 миллиметров на камере XT1 где 16 мегапиксельная матрица ну я бы сказал минимальная выдержка одна сто восьмидесятая а лучше одна двухсотая вот это тебя избавит от микросмазов с восьмидесятки я думаю что снимать можно будет хоть на одной тридцатой ну я пробовал на самом деле на ISO 400 в лес пошел сумрачный день ну то что у нас сейчас стояло последнее время и да на ISO 400 ну на одной пятидесятой на одной тридцатой я уж побоялся ну там пятидесятая ну что-то такое не помню на разных снимал постоянно меняя что-то но все резко все очень хорошо на 2.8 на 30 я не помню было там или нет но на 50 точно было хорошо все кстати вот с момента нашей с тобой встречи уже три человека со мной связывали спрашивали ну во-первых когда будет обзор такой двух объективов во-вторых что же мне все-таки купить ну конечно хорошо купить оба объектива но если если нужно выбирать между двумя объективами тут собственно говоря ну я по крайней мере могу дать совет такой что посмотрите проанализируйте что вы снимаете чаще вы чаще снимаете портреты или вы чаще снимаете предметку или виду потому что если у вас чаще портретные съемки то конечно лучше взять 90 мм потому что при съемке допустим в каком-нибудь баре где-то с постоянным светом или в сумерках мне кажется что 90 мм фокусироваться будет увереннее и быстрее с другой стороны к любому объективу все равно нужно привыкнуть это понятно это понятно ну более того если мы ну студия например если предметная студия вот как у меня я с 80-кой совершенно спокойно снимаю на предметном столе но забираясь на лестницу с 90-кой я этого просто сделать не смог мне пришлось бы выдолбить к соседям немножечко и оттуда снимать но при этом вот я хочу показать просто снимок глаза вот это 80-ка на 9-ке а это 90-ка на 9-ке как вы видите 7,1 это уже не суть важно как вы видите прыгает с одного и того же расстояния снято ну вот это расстояние которое увеличение да вот это и есть то расстояние между 90 и 80 при этом детализация совершенно одинаковая все что я думаю понимают что на 7,1 и на 9 при таком расстоянии разница то в общем то будет только вот там в размытии вот где-то в этих местах да а в зоне резкости никакой разницы конечно же не будет вот здесь размытие вот оно по рисунку размытия я бы сказал что они опять же абсолютно идентичны нет никакой разницы вот как уходит буке вдаль скажем так да вот это резиновость туда утекание плавное утекание размытости ой как сказал страшно вообще но ну потом записи послушаем и поймем что ты сказал мы так и пошлем мы правду будем говорить для съемки сверху надо ожидать от Fuji какой нибудь макро объектив 30 миллиметров не будет его ну чтобы не долбиться к соседям скажи пожалуйста Алеш а все таки XT1 или XT2 вот ты же понимаешь что ты сейчас просто вот по больному режешь ну я же не спрашиваю Canon или Nikon понимаешь я же говорю XT1 или XT2 скажем так ну вот фотографируя на камеру XT1 с марта 2014 года я как мне кажется настолько привык и уже освоился с этой камерой что особо минусов я в ней не вижу мне хватает всего в этом аппарате я имею ввиду детализация разрешение быстрое действие мне не хватает джойтика но я в то же время достаточно много снимал и на T2 и T2 для токон фотографии для печати плаката витрину магазина конечно 24 мегапикселя это преимущество при печати но либо я недостаточно много снимал либо скорее всего так оно и есть что я не набил руку я не приспособился к XT2 потому что у меня на нем микросмазы случаются чаще чем на первой пешке ну это видимо и опыт сил ошибок трудных да да ну скажем так я вот как то на форуме написал что я их T2 пропущу буду ждать T3 а может T3 или T4 по крайней мере вот скоро анонсируют новую камеру в курсе если их T2 еще подешевеет то я скорее всего все таки куплю T2 уже видел слухи про T3 да или не видел ну слухи да слухи я видел там просто как на потокине обещают его анонсировать и продажу уже стартанут в октябре ноябре до семнадцатого года я к тому что там почти 30 мегапикселей будет это на мой взгляд это многовато для кропа мне тоже так кажется потому что меньше пиксель ну в общем там тоже могут быть свои нюансы ну тот же микросмасс во первых да да ну это в первую очередь и мне кажется это очень излишне то есть резкость может просто потеряться мы получим детализацию но резкость потеряем мы будем с ней совершенно верно поэтому все таки если меня сейчас смотрят какую камеру мне купить то первый мой вопрос будет какой у вас есть бюджет потому что если он есть то берите т2 берите там пол бюдерка пиксов если бюджет ограничен то берите т1 возьмите 2-3 хороших пиксов и вы будете получать очень хороших хороших достойных результатов ну по крайней мере фотографии метра на полтора именно фотографии на принтере фотокаче т1 т1 конечно это просто для людей которые сейчас ищут все время фотоаппарат все время меня тоже спрашивают я говорю не парьтесь не покупайте сейчас новое да потому что если вы только первый фотоаппарат совершенно спокойно можно брать т1 с рук да 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 или там т20 да например да да у т20 там какие то все время проблемы с резкостью постоянно с фокусировкой я их не видел но все об этом рассказывают а у т1 не было никаких вообще проблем ну т1 вообще появилась вышла на рынок сразу изначально хорошую и потом когда выходили обновления в прошивках она улучшалась улучшалась по-моему сейчас они до первого выжили все все что можно выжать они из него выжили не могу сказать что мне чего-то не хватает ну кроме джойстов но это эргономика это привычка и до фуджи я снимал камерами сони у которых шикарный джойстинг к которому я скучаю так вот значит ждем сейчас этот XH1 посмотрим шикарный вот это инновесная камера на мой взгляд как будет отрабатывать стабилизатор 24 мп или микросмасс он пропадет не пропадет а что другое появится ну это дурак нужно подождать аноса нужно узнать на самом деле остался месяц так что а потом заполучить его на тест драйв всего всего я и постараюсь да ну мы сейчас с тобой разговоры о камерах но это все равно интересно поэтому извини что не 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 я вернемся к объективам то есть мое объектива это м если все не я не не я не он больше 90 миллиметров но практически всего возможно будут сейчас размыть заднего плана в случае всего этого не такой вот цемент бетонные стенки там за мной а какие бы там веточки кустики с цветочками может быть там будет менее нервная чем на 70 ну да надо брать два заверните два да соглашусь с Лешей потому что сам я снимаю на 80 но с удовольствием бы имел и 90 то есть это два таких как бы одинаковые объективы на самом деле для разных целей как по мне ну для разных целей то есть восьмидесятка я подлезу внутрь котлеты а с 90 я буду снимать общий план получу абсолютно идентичный результат но при этом у меня получается достаточно неплохие фотографии когда я снимаю на 90 миллиметров какие-то клоусапы на диафрагме 2 то есть диафрагма 2 это больше плюс там задничек подмыливается симпатичнее хотя у макрообъектива за счет более близкой дистанции фокусировки он наверняка еще сильнее размеров абсолютно верно он там я показывал в прошлом когда обзор делал этого там где чеснок да и там на двойке снято там буквально 2 миллиметра область резкости все остальное уже хлам Юра а у тебя есть эти кадры пепсик где лучики лучики ну на 90 вот он есть да а у меня лучики ну где мои лучики у меня он уже продается на стоках так что так а у меня 80 миллиметров на диафрагме 8 тоже с такими лучами а у тебя 90 она 90 у тебя 90 ты моим да а я твоим а у меня кстати на этом объективе вот эта фотография имеет такой ярко выраженный эффект lens flare то есть идет по диагонали кадра вот эти вот линзочки и лучики у меня а ну да вижу у тебя тоже вот оно да вот ты пошел правее правее да да вот она 1 2 3 а ну да есть есть да ну это особенность уже матрицы все знаем что при контравном свете ломит вот это вот розовая фиолетовая засветка да нужно наклонять немножко объектив это известная проблема о которой все говорят и никто ее решить не может и и Fuji к сожалению тоже говорят что это не решаемая проблема и в общем это вообще не проблема Что, конечно, странно, как бы слышать это от Fuji, если есть проблема, говорить о том, что это не проблема, немножко некорректно. Это проблема, которую просто никак не могут решить. Наклонять объектив туда или сюда, это как минимум не профессионально, я думаю, говорить об этом, но вот то, что есть. Согласен. Как по мне, это не мешает совершенно, это хороший кадр. Знаешь, Сюра, вот когда в интернете люди заговорили об этой фиолетовой засветке при съемке в Contra, ну либо когда солнце попадает в улети, а я же еще и интерьеры снимаю, и я полез смотреть равы каких-то интерьерных фотографий, где я снимал на противоконах. Знаешь, и на С1 тоже есть фиолетовое засветствие, правда не на всех кадрах, мне там, скажем, в середине тысячи кадров. Я сомневаюсь, что я прям всю тысячу просмотрел, я очень много этих дел просматривал и искал, я нашел там 2-3 кадра с фиолетовым пятном, так что, вероятно, эта фиолетовость, она проявляется на всех камерах Fuji в случае, если у вас есть прямой источник света, светящий на прямую объектив. Давай назовем это фишкой Fuji. Не баг, а фича. Да. И все, проблема решена сразу же. Да. Завидуйте. У нас нет, а у нас нет. Да. Да. Вот. Ну что? Да, спасибо, Юра, что пригласил, было интересно сравнить два портретных и макроадъектива и убедиться, что они, в общем-то, оба пригодны для, могут быть пригодны для ученика. Спасибо, Леша, что присоединился, что пришел ко мне и мы сравнили это все. Буду рад тебя видеть еще. Увидимся. В любое время. Пока-пока. Пока-пока. Ну вот, я надеюсь, что первый блин был не совсем комом. Правда, были проблемы со звуком, как я понял, но в дальнейшем постараемся это учесть тоже. Напишите, интересен ли вам такой формат видео, когда мы с кем-то обсуждаем какие-то проблемы, может быть даже и по ретуши, и по съемке какие-то, да, не один я что-то рассказываю, а с кем-то мы ведем диалог. Пишите внизу свои комментарии, традиционная фраза, ставьте лайки, подписывайтесь и колокольчик не забываем, потому как это хоть и новая фишка для меня, ну, однако же, видимо, помогает. Спасибо за внимание, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok